Продолжение следует... Уходят на золото. Heroes of the Storm. Все. Настольная игра в Бэнк. И впечатление от художественного фильма Тор. Любовь и гром. По традиции мы начинаем наш выпуск с новостей из мира компьютерных игр. Студия Naughty Dog сообщила в Твиттере, что ремейк The Last of Us ушел на золото. Это означает, что вся основная работа завершена. Все последующие изменения войдут в патч первого дня. Тайтл выйдет под заголовком Part 1. Blizzard объявила на своем сайте о прекращении контентной поддержки MOBA Heroes of the Storm. Сервера игры продолжат работать, но уже без новых героев. Цитата. Мы планируем осуществлять поддержку в таком же формате, как и у других классических игр вроде StarCraft и StarCraft 2. В будущем мы продолжим проводить сезоны и ротацию героев, в то время как внутриигровой магазин продолжит работу, однако мы не планируем добавлять в него новый контент для продажи. Компания планирует выпускать новые обновления для повышения стабильности работы клиента и справления неполадок, изменений, баланса. В качестве благодарности на следующей неделе разработчики подарят всем игрокам редкого эпического ящера в качестве маунта. Heroes of the Storm вышла ровно 7 лет назад, в 2015 году. Респаун работает над сюжетным шутером во вселенной Apex Legends. Еще в январе инсайдер Jeff Grapp из Gamebit рассказал, что у Респаун Entertainment в разработке находится сюжетный шутер с акцентом на мобильности и стиле. Уточняли, что это не Titanfall. Сейчас же на сайте студии появилось подтверждение словам инсайдера. Респаун ищет разработчиков для создания синглплеерного шутера во вселенной Apex Legends. Игроки могут возразить, хоть вспомнить, что Apex Legends сам по себе появился в вселенной Titanfall. Но, судя по всему, новая игра действительно будет делать большую ставку на классический шутер, но уже без полюбившихся титанов. До релиза могут пройти еще долгие годы. Разработка на очень ранней стадии. В честь годовщины выхода на Kickstarter инди-студии Моунгус Родео опубликовала трейлер метроидвании Кроунсворн. В видео присутствует стильная анимация нарезка геймплейных кадров с бодрым экшеном. Стало известно, что действие игры разворачивается в мрачном синтезийном мире под названием Фейрондал. По сюжету главному герою необходимо выяснить, кто и главное зачем похоронил его живьем в могиле. Для этого придется исследовать проклятые земли, находить общий язык со странными жителями полуразрушенной деревни и сражаться с опасными противниками. Хотя прошел уже год с момента анонса, даты релиза у этой стильно выглядящей игры, напоминающей Халлоу Найт, по-прежнему нет. В честь десятилетия серии Зомбицид компания Кмонгеймс выпустила ряд специальных ништяков для самых преданных фанатов. Один из них показали вчера. Комплект The Boys, который совместим с любой версией зомби-экшена. В нем вы встретите три коробочки. Первая — уникальный персонаж Хоумлендер. Вторая коробочка посвящена пацанам и псу Террору. И третья позволит сыграть за самых отъявленных суперов компании Волт. Несколько интересных моментов. Как можно заметить, некоторые герои имеют две версии. Хоумлендер, например, плохую и очень плохую. Старлайт, плохую и хорошую. Все суперы, кроме Кимика, могут играться как отроди и имеют соответствующие специальные карты. Одна из карт называется Прозрачный. Это тоже супергерой, но миниатюрки у него нет, потому что он, ну, он обладает кожей из углеродного метаматериала, которое преломляет свет и позволяет ему оставаться невидимым. И делает его почти непроницаемым. Дата выхода всех прелестей апрель 23-го года. Уже доступна на странице предзаказа. Видеоигровые новости. На этом все. Сейчас мы плавно переходим к другим играм. В этот раз настольным. В рубрике о настольных играх мы сегодня поговорим об игре для большой компании. Не для двух, не для трех, а как минимум от четырех человек. Это игра Bang, аналог дуэльной мафии. Я уверен, что, если у вас есть большая компания, вам будет интересно. Игра Эмилиана Шары разошлась огромным тиражом, причем, несмотря на то, что вышла она относительно давно. Идея не нова, об этом можно будет увидеть, исходя из-за довольно минималистичного оформления. Она все еще популярна, все еще продолжает обрастать адаптациями. Я даже больше скажу, оригинальная игра продолжает получать дополнения. Что в этой настолке есть? Поговорим об наполнении. В первую очередь, это стилизованные планшеты персонажей. Они напоминают иллюстрации из газет или журналов с анекдотами, когда затрагивалась тема ковбоев. Яркие рисунки с очень толстыми обводными линиями. Разумеется, это жетоны патронов, отпечатанные на плотном двустороннем картоне. Можно делать ими вот так, как делают после дуэли, высыпая гильзы. Это, разумеется, набор памяток, что хорошо. Для большой компании всегда лучше иметь такие книжечки, чтобы лишний раз не задавать вопросы ведущему. Ну и перейдем к картам. Мы совместим обсуждение компонентов вместе с обсуждением игрового процесса. Здесь есть несколько категорий граждан. Бандиты, Шериф, помощники Шерифа и Ренегат. Шериф всегда играет в открытую. У него цель проста убить всех бандитов и Ренегата. Он здесь страж законной справедливости. Его роль осложняется тем, что известно кто это, а потому сговориться, чтобы на него напрыгнуть, гораздо проще. Есть бандиты. Их задача проста убить Шерифа, но если они загасят друг друга в целях наживы или в попытке вырвать конкурентное место себе, это не возбраняется. Есть два помощника, которые должны защитить Шерифа любой ценой. И разумеется, есть Ренегат, который очень хочет стать новым Шерифом, а потому чем больше трупов вокруг и чем больше шансов у него остаться в живых, тем ему лучше. Помимо того, что как и в классической мафии есть роли, есть персонажи. То есть это наше собственное я. Здесь они оформлены в стиле известных тропов фильмов про вестерн, игр в сеттинге вестерна или даже на стол, я вам больше скажу. Здесь есть пожилой индейец, большой змей, здесь есть человек без имени, классическая загадка, здесь есть Том Кетчум, который чем-то напоминает персонажей из фильмов Иствуда, здесь есть дядя Уилл, странно, что не дядюшка Джо, чем-то очень сильно напоминающий символ американской демократии. Здесь есть Джанго, правда не чернокожий, но я думаю, все те, кто смотрели фильм Квентина Тарантино, знают о ком я. Здесь есть и ковбой ангельские глазки, и роковая красотка есть, и даже малыш Вилли. Ну, в общем, полный набор персонажей, у каждого из них отображается числом гильз, число патронов, то есть сколько надо выстрелов в него успешных сделать, чтобы замочить. Есть очень солидный по объему набор карт, это разовые карты, это многофункциональные карты, то есть это может быть, как, например, лошадка, мустанг, так и магазинчик, это разовая шмотка, говоря языком Манчкина, в котором вы можете получить все необходимое снаряжение, это и карты дуэля, но это совершенная классика, в честь нее, собственно, и неудивительно, что назвали игру. Это карта Бэнг, она Бэнг здесь, и она Бэнг здесь. Это карта, которая позволяет вам принять участие в дуэли, это одна из главных прелестей игры, здесь вы можете не ждать, пока голосованием, как в мафии, кого-то посадят за решетку, нет. Здесь методом Бэнга вы можете вступить в дуэль с любым игроком, который вам не нравится, и если повезет, даже укокошить, его можно попробовать убить при помощи. Столько карт, столько мимо, вот да, карта мимо, которая позволит вам в какой-то момент уклониться от смертельного выстрела и чуть-чуть продлить свою жизнь. Вы можете попробовать отстреляться в очереди из Гатлинга, вы можете дать залп из Винчестера, из Скофилда, огромное количество привычного поклонникам вестерна шмотья, амуниции, соответствующего вооружения здесь присутствуют. Здесь есть и динамит, которым можно решить разом все проблемы, и прицел, то есть, несмотря на то, что игра вышла относительно давно, в ней, помимо колдостроя, есть еще и очень приятный элемент для современных игр, как прокачка, то есть, вы можете буквально сочетать карты, повышая их смертоносность, и тем самым обеспечивая себе победу. Принцип строится какой? После того, как все перестрелялись, вы можете пропускать ход и продолжать двигаться новому кону. Завязка у игры предельно простая, здесь нет героев, здесь нет злодеев, ваша задача остаться последним выжившим и победить. Чем не завязка для игры, для большой компании, а как здесь сказано, по крайней мере, на коробке, без учета расширений, без учета дополнений, которые включают в себя бэнк на кубиках или дополнительные карты, может играть вплоть до 7 игроков а с расширениями это число увеличивается. Я надеюсь, что вы соберете свою банду и решите, кто из вас самая быстрая рука на Диком Западе, кто из вас самый меткий стрелок и кто достоин остаться шерифом или гордым охотником за головами на просторах этого опасного Дикого Запада. На этом наша рубрика, посвященная настольным играм, подходит к концу. Мы плавно переходим к новостям кино. Сегодня мы поговорим о художественном фильме «Тор. Любовь и гром». У этого фильма непростая история, начиная от процесса создания до его процесса появления. Например, в России он должен был появиться 7 июля. И он в июле появился, но, к сожалению, только не у нас. Однако не без добрых людей и пользователей из стран СНГ, в том числе и России, смогли посмотреть его, причем, вы не поверите, даже в русском дубляже, силами неравнодушных пиратов, которые умудрились добыть экранку с полным дублированием и даже субтитрами. Стоило ли подобное приключение того, вопрос хороший. Сам Тайка считает, что да. Пользователи, которые завалили негативными оценками фильм на различных оценочных агрегаторах, так не считают. О чем фильм? Это первый из всех имеющихся в синематографической вселенной Марвел сольник персонажа, который перешагнул за три части. У Железного Человека было три части, у Капитана Америки три. Ну, а в этот раз Тору повезло, у него вышел четвертый фильм и не за горами пятый, поскольку анонс на ОНО присутствует в сцене после титров. Сам Тайка считает, что уменьшенный хронометраж, а у Марвел с этим какие-то странные проблемы, что Доктор Стрэндж был чуть-чуть превышающим два часа, что Тор один час пятьдесят две минуты, считает, что все, что не попало в фильм, в фильм никогда не попадет, потому что сцены напросто не нужны. Однако спустя неделю после выхода постепенно начинают появляться слухи, что очень много материала было вырезано, появились некоторые судебные иски к актерам, которые, например, попали в фильм, но не заплатили рекламным агентам, как, например, Лена Хиди, пропали сцены с Динклейджем, это очаровательный Тирион из Игры Престолов, пропали сцены с Грандмастером в исполнении Голдлюма, пропали потенциальные сцены, где главный антагонист фильма, сыгранный Кристианом Бейлом, Гор, убийца богов этих самых богов, убивая, за исключением тех двух, которых нам показали в фильме. Вообще, стоит поговорить, наверное, о Бейле, звезда невиданной величины в развлекательном кино формате Марвел, это нонсенс, и, видимо, создатели этого фильма считают точно так же, поэтому решили не заморачиваться и показать Бейла во всей красе. Ему не стали добавлять каноничных хвостиков, ну, своеобразных щупалец, идущих от затылка, ему не стали убирать нос, по словам того же Тайки, чтобы персонажа но выглядит фактически это как Кристиан Бейл в очень странной серой заштукатуренной краске с шрамами на лице и горящими желтыми совиными глазами. Ему противостоит уже известный нам Тор в исполнении Криса Хемсворта и могучий Тор Ака Джейн Фостер в исполнении потрясающей Натали Портман. У персонажа долгая история, он появился еще в первом сольнике в далеких десятых и, на самом деле, несмотря на то, что сюжетная протяженность у ее линии сомнительна, в какой-то момент ее вообще вырезали из вселенной. Очень приятно видеть персонажа, которого ты, казалось бы, давно видел и по нему очень даже соскучился. Сам фильм с технической точки зрения все еще проседает. Неясно из-за чего, из-за недостатка декораций или недостаточного навыка работы авторов с соответствующими экранами, которые стали так называемым зеленым экраном 2.0. Телевизионные экраны, с которыми снимали Мандалорца. Технология LED-эффекта, когда все необходимые сцены появляются сзади на экранах. В данном случае это выглядит несколько нереалистично. Персонажи то и дело выбиваются из кутуристического окружения, которое им рисуют. Но, но, надо отметить, что экшен в кое-то веки благодаря монтажу, благодаря постановочным эффектам и благодаря неплохой операторской работе выглядит очень свежо. По крайней мере, драка сильных существ, сильных, наделенных почти божественной силой, выглядит довольно убедительно. Юмор Тайки специфический, как и всегда, годы идут, а его восприятие не меняется. Например, есть два дико орущих, страшно орущих козла, которые то и дело серьезные моменты, полные саспенса и драмы прерывают своими дикими противными воплями. Это может не понравиться, но это не самое страшное, что может вас ожидать. Разумеется, тон постоянно скачет от драматичного к несколько издевательски несерьезному, но, я думаю, те, кто уже были знакомы с Рагнарьком, Рагнарек 17-го года, они уже знают, что от фильма примерно ожидать. И ходят слухи, что если тот же Крис Кэмсворт согласится на роль Тора в пятый раз, его снова снимет Тайка. И судя по сборам в мире, такое возможно. Тора приняли довольно тепло с кассовой точки зрения, но зрители все больше и больше вместе с критиками отмечают технический упадок в студии Marvel. И этому есть подтверждение. Совсем недавно, позавчера, появилась информация от вначале анонимного художника, затем множество людей, работающих в индустрии спецэффектов, наверное худших клиент, с которым доводилось работать, потому что требует по несколько вариантов одной и той же сцены, ставит какие-то драконовские сроки, не очень хорошо идет на контакт, когда дело идет об оплате труда, и в целом очень привередливый заказчик, который является скорее проблемой, чем решением. Ну и к чему приведет дальнейший путь героя, какими будут эффекты что-либо изменится в дальнейшем, мы конечно поглядим. В этом году должен еще выйти фильм Ваканда навеки, но приятно видеть, что несмотря на проблемы пандемии, проблемы с техникой, фильмы Марвел продолжают выходить и радовать нас хоть чем-то. На этом наша рубрика, посвященная кино и сериалам, подходит к концу, и мы плавно движемся к концовке. Благодарю тебя, дорогой друг, на этом все. Наша программа на сегодня завершается, но не переживай, ровно через неделю мы вернемся с новыми новостями, настолками, и, уверяю тебя, расскажем тебе еще немало интересного. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова